Всем привет, с вами AndroNet и недавно компания Samsung выпустила новый смартфон в бюджетном сегменте Samsung Galaxy A03. Стоит данный аппарат 10,5 тысяч рублей за версию 3.32 гигабайта и 12 тысяч за версию 4.64 Но мне почему-то удалось купить его за 11 тысяч. Почему так произошло, не знаю, но сейчас стоит двенашку. Но лично мое мнение, для бюджетного смартфона не очень-то и привлекательная цена. Хотя, кто знает, может нам положили там действительно что-то крутое. Давайте же это и посмотрим. Ну, как обычно, начнем с распаковки. Кстати говоря, есть другое, более привлекательное по цене предложение. Samsung Galaxy A03 Core. Но в плане мощности, оперативной памяти, камеры, количестве камер, версии блютуза и по дизайну данный смартфон будет хуже, чем A03. Еще в бюджетном сегменте есть Samsung Galaxy A03s. На e-каталоге его также можно добавить в сравнение и посмотреть, чем он отличается от других. Как по характеристикам, так и по цене. На каждом интересующем вам смартфоне, в разделе «Где купить» можно найти самое выгодное предложение и напрямую перейти в магазин, где хорошая цена. Ну, а если вам в принципе не важно, какой фирмы смартфон, а главное, какие у него характеристики и цена, то можно самому задать параметры, подходящие лично вам. И выбрать себе предложенный из этих параметров смартфон. В общем и целом, ссылочку на e-каталог оставлю в описании. Ну, давайте посмотрим, что у нас там в комплектации. Первое, что мы видим, сверху у нас идет документация, потом идет уже сам смартфон. По размеру, кстати говоря, довольно-таки большой. Сзади такая прикольная шершавость. В плане материала здесь пластик, ну и блок камер, мне напоминающий чем-то 11-й айфон. Единственное, могли бы сделать вспышку посередине, было бы красивее. На самом смартфоне присутствует разъем под наушники, если что, самих наушников в комплекте нет. И еще одно разочарование, это микро-USB разъем. За такую цену могли бы и Type-C сделать, но решили сэкономить. Зато лоток по сим-карте с флешкой не комбинированный, очень удобно когда так. Также в комплекте идет зарядный провод и блок питания. Провод довольно маленький, далеко от розетки не отойдете. И учитывая то, что у смартфона аж целых 5000 мА заряда аккумулятора, блок питания для такого аккума по мощности небольшой. Всего 7,8 Вт. Короче говоря, до 100% смартфон заряжаться будет долго. Ну и на глубине коробки скрепка для того, чтобы достать сим-карточный лоток. Все по стандарту. Включив смартфон, во-первых, я увидел подлагивания, которых, надеюсь, в самой работе уже не будет. А во-вторых, увидел кучу всяких навязанных приложений, от которых, благо, можно избавиться, просто-напросто удалив их. Что я, впрочем-то, и сделал. Размер экрана у Samsung Galaxy A03 на 6,5 дюймов с разрешением экрана HD+. IPS-матрица, не OLED. Ну и капелька с таким вот подбородком. 90 Гц не завезли, стоит по стандарту 60. Но что понравилось, это то, что есть всякие настройки, которые благоприятно сказываются на человеке. К примеру, можно осуществить комфорт для глаз. То есть экран у нас вот так вот немножечко желтеет, и глаза меньше устают, чем обычно. Также, если вы вдруг плохо видите, вы можете изменить размер шрифта. И буквы, и символы, естественно, тоже становятся большими. Я думаю, что это будет полезная штука для более взрослого поколения. Ну и также можете изменить масштабирование экрана. Но лично я оставил все по стандарту. Но не понравилось то, что здесь какие-то непонятные и неинтересные обои. Ну, если честно, лучше бы была какая-нибудь природа, чем вот это вот все. Ах да, забыл дополнить то, что данный смартфон идет на версии Android 11. Ну и версия самсунговской прошивки One UI 3.1. Ну и так как смартфон новый, в любом случае он будет обновляться. Также разочарованием послужило то, что у Samsung Galaxy A03 нет разблокировки по отпечатку пальца. То есть ни сбоку, ни сзади, нигде. Поэтому придется пользоваться либо паролем, либо графическим ключом. Я думаю, сейчас уже многие привыкли к этой технологии, но вот здесь ее, к сожалению, нет. И если вы вдруг заходите в какие-нибудь банковские приложения, то вам, ну, придется постоянно вводить пин-код. Вместо того, чтобы просто тыкнуть куда-нибудь, и у вас сразу зашло. Но зато здесь есть разблокировка по лицу, которую я нигде в Android-смартфонах использовать не советую. Потому что она может разблокировать ваш смартфон по любой вашей фотографии. Потому что она разблокирует 2D, а не 3D. Ну, то есть не так, как Face ID, например, на iPhone. Поэтому здесь от разблокировки по лицу лучше отказаться. Ну и также, если вы привыкли к тому, что вы вбиваете свою карту в свой смартфон, и прикладываете где угодно, чтобы что-то купить, где-то расплатиться, то, смею вас разочаровать, NFC здесь не присутствует. К сожалению, его здесь не добавили. А что же у смартфона в плане процессора? Здесь стоит восьмиядерный процессор, какой-то китайский Unisoc, о котором я впервые услышал. Но в приложении AIDA64 мы можем увидеть то, что он имеет 6 энергоэффективных ядров. Как я сказал? Ядров? И 2 мощных ядра. Ну и неплохой видеоускоритель Mali-G57. Ну и я думаю, что уже нужно перейти к различным тестам. Давайте же посмотрим, как покажет себя этот аппарат. В Antutu Benchmark Samsung Galaxy A03 набирает 163 тысячи баллов. Ну для бюджетного смартфона это действительно неплохо. Ну и то, что меня удивило в хорошем смысле, это то, что данный смартфон практически не троттлит. То есть производительность смартфона при тяжелых нагрузках не падает. Так, ладно, тесты тестами, давайте лучше перейдем уже к самой практике. Ну давайте начнем с TikTok, к примеру. Ну и что мы здесь видим? Видим то, что TikTok'и листаются очень даже хорошо. Никаких подлагиваний я в принципе не вижу. То есть смотреть комфортно. Единственное, что звук здесь не очень-то и классный. То есть он звучит как будто из какой-то китайской дешевой колонки. Не знаю, получится ли передать этот звук моим петличным микрофоном, но давайте попробуем. Послушайте. Ну и кстати, в целом, если вы любитель посмотреть какие-нибудь видюшки, ну вот, например, вы сейчас смотрите данное видео и хотите смотреть его в высоком разрешении, и если там будет 60 или 50 FPS кадров в секунду, у некоторых видосов так есть, то мы же хотим, чтобы это все не лагало и все отчетливо шло. И этот смартфон как раз-таки этим нас и порадует. Никаких лагов нет. Можете смело смотреть в Full HD качестве в 50-60 FPS и даже в ускорении, в самом максимальном. То есть тут с этим все ништяк. Ну и опять-таки повторюсь, что звук здесь не очень, и добавлю, что он здесь моно, то есть идет с одной стороны. Поэтому, конечно же, настоятельно рекомендую докупать к смартфону наушники. Ну а если вы любитель посидеть в Инстаграме, тут тоже все неплохо работает. Никаких подлагиваний я здесь не замечаю. В принципе, видосики даже какие-то можно посмотреть в Инсте. Фоточки про лайки, там истории глянуть. Все в этом плане неплохо. Впрочем, то же самое можно сказать и про ВКонтакте. Я, в принципе, захожу в приложение, никаких подлагиваний не вижу. Вот листаю, что-то тут делаю. Сами все прекрасно видите. В плане того, чтобы просто посидеть в социальных сетях, данный смартфон отлично подходит. А вот что мне не понравилось, так это громкие щелчки, когда что-либо печатаешь. Так вы мне скажете, так в чем проблема? Возьми да и уменьш громкость этих щелчков. Я нашел, где это сделать. И прикол в том, что звук этих системных щелчков я поставил на самый минимум. Но все равно громко. Не, мне, конечно, нравятся эти щелчки. Я кайфую от них на айфоне. Но здесь это какой-то перебор в плане громкости. Но благо спасибо за то, что их хотя бы можно убрать. Ну и так как я пока что нахожусь в настройках клавиатуры, хочу показать еще кое-какую прикольную фичу. Здесь можно включить контрастную клавиатуру. То есть поменять цвет и сделать ее более такой цветной. Лично мне больше всего зашел второй вариант. Ну и также просто-напросто можно поменять тему клавиатуры. То есть с белой поменять ее на темную. Ну и если вдруг вам не нравится размер клавиатуры, то ее можно либо увеличить, либо уменьшить. Я уменьшил. И мне так стало более комфортно. Так, ладно. Давайте закончим вопрос клавиатуры и приступим к тесту игрушек. Если вы любитель поиграть в мини-игрушки, в какие-нибудь шахматы или что-то такое аркадное, на примере Subway Surf можно увидеть то, что игру он вытягивает отлично. И во все подобные игры можно играть с комфортом. Следующая игра помощнее. PUBG Mobile. На средне-высоких настройках она идет в принципе нормально. То есть дикого дискомфорта в процессе игры я не ощущаю. Так что если вы не особо привередлив, можете играть и наслаждаться. Ну и Call of Duty Mobile на низких настройках тоже показывает себя неплохо. То есть каких-то подлагиваний, диких рывков я не заметил. Ну и также давайте посмотрим, как же показывает себя камера на данном смартфоне. Честно, показывает она себя плохо. Мне не понравились фотки как на тыльную камеру, так и на фронталку. Сделали прям что-то, ну даже не что-то менее приличное. За 12 тысяч рублей, ну за 10 с половиной, если покупаете версию 3.32, как-то ожидаешь все равно что-то большего. Тем более, когда покупаешь Samsung, а здесь получаешь не пойми что. Да, возможно это в принципе неплохие кадры, кому-то они понравятся, но лично мне нет. Если вы любитель пофотографировать на смартфон, то лучше конечно проходите мимо Samsung Galaxy A03. Ну и также ради интереса можете посмотреть, как он снимает видео. Так, это пример записи видео на Samsung Galaxy A03 на фронтальную камеру. Можете оценить качество, посмотреть звук, послушать звук. Какой здесь микрофон. Еще добавок снимает как-то приближенно. Ну в принципе на айфоне тоже есть такая проблема. И приходится руку довольно сильно вытягивать, чтобы я попадал в кадр. Так, а это пример записи видео на тыльную камеру. Да, здесь у нас вот так вот зелено, да, зелено, потому что я сейчас нахожусь в Сочи. Добавляю вам немножечко тепла и зелени в серые города, если вы не с южных городов. Правда сейчас не очень-то и тепло, идет дождик. У меня весь телефон в брызгах. Вон там вон уточки плавают. Ну и в принципе вот так вот у нас записывает видео Samsung Galaxy A03. Так, теперь давайте перейдем к итоговой части. Я выскажу полностью свое мнение, минусы и плюсы. Начнем с плюсов. Очень большой плюс то, что здесь идет 5000 мА заряда аккумулятора. То есть он действительно может прожить долго без подзарядки. Также я считаю это плюсом то, что здесь большой экран. Ну и в принципе неплохой дизайн сзади. Также плюсом служит то, что он не троттлит. То есть производительность при нагрузках не теряется. Ну и как я сказал ранее, подойдет для таких задач, как социальные сети и игрушки. В плане памяти, если покупать версию на 4.64 гигабайта, то 64 гига еще неплохо. Но вот за версию 3.32 отдавать здесь 500 рублей как-то такое себе. То есть 32 сейчас уже в 2022 году это довольно мало. То есть вы можете столкнуться с тем, что у вас просто-напросто закончится память. Тем самым я хочу сказать, что отдаю плюс за версию 64 гигабайта и минус за 32. Также если говорить про другие минусы, хочу упомянуть, что здесь слабый блок питания на 7,8 ватт. То есть 5000 мА вы будете заряжать с таким блоком довольно долго. Следующий минус это то, что короткий провод. Не знаю, почему его нельзя было сделать больше. Также хотелось бы, чтобы в комплекте шел чехол. Хоть какой-нибудь дешевый, силиконовый. Но нет, здесь его нету. Также то, что здесь решили сэкономить и поставили micro USB разъем. Не Type-C. Потом то, что отсутствует разблокировка по отпечатку пальца. Следующий минус то, что здесь монозвук с не очень хорошим звучанием. Как будто китайская дешевая колонка. Не очень хорошая камера, как для фоток, так и для видео. Нет NFC. Оплачивать товар с помощью смартфона не получится. Нет никакой водонепроницаемости. То есть, если вдруг вы попали под сильный дождь и он намокнет, возможно, с ним может что-то случиться. Поэтому берегите. Ну и самый главный минус это то, что цена слегка, если так вообще можно сказать, что слегка, завышена. За все недостатки смартфона 12 тысяч рублей я не готов был бы отдавать. Но просто для какой-то стабильности, просто посидеть в социальных сетях, поиграть в какие-то игрушки. Ну и плюс, учитывая то, что он не троттлит, хорошо себя показывает, в этом плане да, он мне понравился. Ну и дизайн неплохой. Ну и аккумулятор хорошо держит. А во всем остальном нет. Короче говоря, лично мне смартфон вообще не зашел. И у меня есть такое чувство, как будто я отдал больше денег за него, чем он того заслуживает. Ну и в принципе это все, что я хотел рассказать. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока. Еще обязательно увидимся.